В последние годы в России интенсивно развиваются всевозможные интернет-ресурсы. И это всего лишь одна из причин того, что количество пользователей современных библиотек сокращается. От молодёжи всё чаще можно услышать, что библиотеку они посещают в лучшем случае во время очередной сессии. Как же привлечь молодого читателя в библиотеку? Что предложить ему и чем заинтересовать? На эти и другие актуальные вопросы попытались ответить участники Международного конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке». Идея конгресса появилась давно, ещё два года назад, как только мы приступили к модернизации нашей библиотеки. Основная задача конгресса была, во-первых, представить все материалы, которые освещали бы опыт библиотечного обслуживания молодёжи за рубежом, услышать об этом опыте из разных русских, из представителей библиотеки стран, во-первых. Во-вторых, попытаться объединить людей, специалистов, представляющих разные структуры и разные сферы науки и производства, и культуры, которые тем или иным образом связаны с молодёжью. Найти общий язык и найти партнёров, найти кого-то. На что нужно в первую очередь обратить внимание современным библиотекам для того, чтобы стать интересными для молодёжи? Основные аспекты обозначьте, пожалуйста. Она молодёжь. На её потребности быть такой, какой она хочет быть, и какая она есть. И не пытаться определять её судьбу, её жизнь своими взрослыми мерками. Перестанем воспитывать, скажем, что они равны нами, и всё получится. В работе Конгресса приняли участие представители библиотечного сообщества из 29 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Украины, Вьетнама и Греции. Специалисты федеральных, областных, юношеских, школьных и других библиотек – всего более 100 участников – обменивались опытом работы, а также представляли свои идеи и проекты привлечения молодого читателя в библиотеку. Профессионалы библиотечного отдела ведут очень большую работу. Работу в плане привлечения той же молодёжи, в плане того, чтобы библиотека стала местом и общения, местом досуга, местом получения информации, ну и так далее. Для нас, для библиотекарей, это, в общем-то, наши основные задачи, которые мы осуществляем. Очень интересные проекты, программы, используются новые технологии. Мы сейчас делаем всё-таки ставку на молодых, пытаемся кадровый резерв формировать. Поэтому и президент страны нашей, Машвилий Вишевич Назарбаев, он также обращает внимание, считает одним из приоритетных направлений политики – это кадровая молодёжная политика. Не только интернет и телевидение способствуют тому, что молодой человек часто отказывается от книги. Сами библиотеки далеко не всегда в состоянии заинтересовать своего юного читателя. Интернет-классы, досуговые кружки, клубы и гостиные – основная задача библиотеки – учесть интересы молодого читателя, а значит, стать ему не только мудрым наставником, но и хорошим другом. Татьяна Львовна, расскажите, пожалуйста, какими должны быть библиотеки в современном обществе для того, чтобы стать интересными для молодых людей? Вот это вопрос. Какими? Чтобы стать интересными. Они должны отвечать их потребностям в большей степени, потому что наши библиотеки, они всё-таки давно создавались, и они отвечали задачам государства того времени, в котором строилось большинство библиотек. Но сейчас уже пошли процессы обновления, модернизации библиотек. Библиотека, в которой мы с вами находимся, это один из этих ярких примеров. Мне кажется, вот такими должны быть библиотеки, чтобы привлечь молодых людей. Если мы сегодня не займёмся вопросами духовного воспитания детей, именно даже, может быть, детей, подростков, то мы рискуем быть ненужными лет через 10-15. Потому что если как альтернатива банке пива или дома 2 библиотека не выступит, интересная и привлекательная для современной молодёжи, то мы её просто потеряем. Мы потеряем её. Поэтому здесь идёт такая вот борьба за именно духовное содержание молодого человека. Я считаю, что результатом этого конгресса должно стать конкретное действие. Как мне представляется, я об этом буду говорить в своём выступлении, необходим широкий комплекс социальной рекламы для библиотек. Потому что сегодня мы, я не говорю об этой библиотеке, но я говорю вообще о российских библиотеках, и, может быть, московские в меньшей степени здесь обижены, но сегодня мы недостаточно прорекламированы, мы недостаточно привлекательны для библиотеки, мы недостаточно красивы экстерьерны, ну и в интерьерах тоже, конечно. Уютная обстановка, качественная мебель, хороший дизайн помещения играют не последнюю роль в привлечении юного читателя в библиотеку. Ведь ни для кого не секрет, что и дети, и подростки обожаются яркое, модное и красивое. Конгресс завершился в фериале библиотеки для молодёжи историко-культурном центре «Особняк Купца Носова». В последний день форума здесь состоялась видеоинтернет-конференция на тему «Легко ли быть молодым библиотекарем?». Участники Конгресса имели возможность пообщаться онлайн со своими коллегами из Караганды, Киева и Николаева. Молодой библиотекарь сегодня, он должен быть интеллектуалом, творческим человеком, но я с этим согласен, я думаю, что молодой библиотекарь должен быть сегодня и подожгут тоже. Это однозначно. С современной библиотекой он должен чётко чувствовать и чётко чувствовать веяние времени и быть компетентным в этом времени. И человек, который должен отвечать запросам читателей и пользователей. По мнению участников Конгресса, проблема отношений современной молодёжи и современной библиотеки в настоящее время требует срочных решений. Необходимо организовать единое пространство не только для учёбы, но и для общения молодых людей. Библиотека может и должна предложить достойную альтернативу телевидению и оградить молодёжь от влияния улицы. Здесь подросток сможет не только найти интересную ему книгу, но и встретиться со сверстниками, поучаствовать в занимательных мероприятиях, получить консультацию психолога и, возможно, даже путёвку в жизнь.